Ассаляму алейкум, уа рахматуллах, уа баракату, баршанузга, халайсуздар. Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеряут, а это реакция на сериал Сержант Братан. Так, прикольно, да? Всё, лайк поставили, зачёт. Давайте смотреть, прошлая серия была очень крутая, в том плане то, что... Как будто бы у главного героя всё налаживается, но в такие моменты обычно на следующую серию что-то приготовят такое, что немного обломает весь кайф, то есть, возможно, в этой серии он столкнётся с какой-то проблемой. Просто предположение, не знаю, давайте заценим, посмотрим серию и в конце уже всё обсудим. Всем привет, с вами снова Ержан Вайц, сегодня вечером у меня будет новый вайн, но улж конжа, пока что с Ержан Братан Сержанны, Жанна Сержан Курингзер, а с Нараслитимигу Цингзер, Болтан, приятного вас просмотра. Спасибо. Надо тоже как-нибудь так. Всем привет, с вами Альтер Реакции. Чегеряут Реакции. Главное, чтобы звук ещё писался. Так, Ниво. Рели? Я смотрю, уратуха, у тебя духа выше крыши? Разнострел с нами один приехал. Я смотрю, тебя тоже. Духа дофига. Раз приезжаешь ко мне на разговор, всего с двумя быками. Слышь ты, умник. Давай по существу базарить. Ко мне какие претензии? В принципе, никаких претензий, кроме того, что ты тупой, как бревно. Да ну, блин. Герой, значит? Ну, на это что скажешь? Кто тупой? Ну, это съёмки фильма, по-любому. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз ты настаиваешь, я поясню тебе, почему ты тупой. Даже не просто тупой, а очень тупой. И Сёдор, сына, это же окон... Да заткнись! Говори же! Так заткнуться ли говорить? Говори! Ствол нельзя прижимать близко к голове. Край, больно, край. Человек может увернуться, либо ствол у тебя отобрать. Целиться надо на безопасном расстоянии, метра полтора. Раз ты этого не знаешь, то ты беспонтовый бандит. Так торпеды, быстро стволы на землю. Или вашему шефу жопа. Вот молодцы. Оказывается, вы не такие тупые, как ваш шеф. Так теперь. Сняли штаны, быстро руки наверх. Какие штаны? Снимать, снимать. Не по сценарию считайся. А ты чё разлёгся, как баба? Вставай. Так. Когда вы все успокоились, можно и побазать... Такие друзья ещё. Короче, вагоны, которые вы хотели под себя подмять, они все под моим руководством. А вы чё думали? Я какой-то лох, да, которого можно нагнуть? Нет, ребята. Так не получится. Кстати, нагнись. Всё, всё, нагнулся. Ко мне жопа. Витя. Это будет тебе уроком. Прежде чем набивать стрелку, наводи про мне справки. Сосун, Путангем, Лайвутер, бандит, помашь. А за мораль ущерб я забираю ваш чёткий джип. Это тебе не по пламе, что ли? Бэху оставил. Стоп! Стоп, сято! Всё! Красавчик! Золото ты моё! Браво! 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 Чёрт! Иди, ну, Дим, Лаура. Обрати. Пребосходно, гениально! То, что надо, с одного дубля. Да, Рахмед, конечно, я чуть-чуть там по-своему сделал, потому что по сценарию я почему-то даю заднюю. Нормально, да? Ну, ничего страшного. Там сценаристы историю перепишут. Самое главное, это органично смотрится. А, Лаура, познакомься, это сержант, это Лаура. Очень приятно. Да. Очень приятно, сержант. По сценарию у вас любовь. Поэтому мне хочется, чтобы вы проводили больше времени вместе. Мне бы хотелось увидеть между вами химию. Понимаете, да? Конечно, химия. Сержант, я давно не встречала таких мужественных и страстных партнёров по сцене. От вас, знаете, так и веет мужской энергией. Спасибо. Чай организуй нам троим, ладно? Мне кофе. Кофе, актрисе. Идёмте, сержант. Короче, дальше ситуация обостряется, знаете? Эх, эх. Чай. Сэн қайды бильдей. А, жұмыс қасыраушына бару керек, кәс-коллегам. Ал китет, не болды? Эй, бүгін, Акен-экеуымыздың ота құрған гүніміз еді оғай. Суған бір жақсылас, тастар қандысайын, деп. Сені көмектеетін шығар десем? Томауы, рейнджеменгісше? Бару керек. Кұтықтай имам. Итча әк, чоуныңыз. Мама такая мама. Мама такая мама. Мама такая мама. Которая. Здорово. Судебрадим, красавчик тебе. Мой види, врага. Держи сексиаду, нет? Май! Жерна, коллеганс. Трягай, салонс. Абай волшес, да? Салонс, така. Я тебе помню именно таким. За пять лет ты ни капли не изменился. Ты мне льстишь. Я был не на курорте, а на зоне. А там люди стареют быстро. Ну, не знаю. Или, может быть, я просто соскучилась по тебе. И ты в любом возрасте для меня желанный. Ты же знаешь, чем закончатся наши отношения. Мы с тобой пять раз пытались начать все сначала. Ты такой классный. Что делаешь сегодня вечером? Да, подожди. Я что-то не вижу таких слов в сценарии, Лаура. Не пугайся ты так, котик. Этого в сценарии нет. Это так, понимаешь, моя импровизация. Ну, ты же тоже любишь поимпровизировать на съемочной площадке. А знаешь что? Я, наверное, попрошу режиссера поменять нам сценарий. Ну, вот эти любовные сцены, тем более у меня в жизни. Ну, короче, немного напрягают меня. Не надо ничего менять. Я тебе помогу раскрепоститься. Да нет, я не бухаю. Ну, смотри. Сейчас ты попросишь поменять сценарий. Съемки намесят и остановят. Пока там что-то эти сценаристы придумают. И у кого зарплаты не будет. Оно тебе надо? Мне тоже нет. Ну, ладно, давай еще раз попробуем. Любовь так любовь. Була. О, это штрафоволта? А, нет, нет. Олес, Жанарочка, заходи. Ты же мой самый желальный гость. Заходи. Садись. Что случилось? Он прям как герой индийских фильмов. Это не могу. Мы все-таки сирийем. Мы все-таки подняли. Стоит и подарили сюрприз. И не нужно. В общем, я могу. Но я поздравляю вас от своего чистого узбекского сердца. А ты что не сказала? Я бы тебе помог на кухне приготовить праздничный, страстный… плов? нежный, сочный плов, а? Чего, Ахмед? Безыгидёглдер плов-тын-натпайт, етчак сурето, олдар? Ааа, жалко. А так, ты же знаешь, мой казан всегда открыт для твоего плова. Че я сказал еще? Ибай, оно, то, визыгг суретт нис, не сектер? А, а да, это, знаешь, это, а, а, Жанарышка давай, вместе позанимаемся фитнесом! Че, рахмет, визыгг суретт нис, сэзгэн нис, шингерек? А это, как говорится, Джан, а, знаешь, ну, надежда умирает последний? Сержангур си, почтан сшарат. Ну, прям! Ты же меня знаешь, Жанарджан. Солнышко, подожди, подожди, солнце моё ташкинское. Это у вас всё-таки с вашим мужем всё серьёзно, да? Конечно, серьёзно. Какой-то глупый это персонаж вообще. Выцепляют, паритон. Вижу машину предполагаемого подозреваемого. Ориентируюсь, на машине 5 человек. Принято. Подозреваемого вижу. Даём зайти в подъезд, ждём мою команду и начинаем оперативный захват. Тоже не согласовано, да? Радиоволну не засоряем, ждём мою команду. Прошу любить меня, пожалуйста. Всем внимание. Начинаем захват. Пошёл, пошёл! Пошёл, пошёл, пошёл! Давай, давай! Кто это, блядь? Что это, блядь? Давай, давай, давай! И следующий, а... Я никогда бы не подумала, что встречу тебя здесь. Надеюсь, ты больше не будешь пропадать годами? Завтра наш ужин в силе? А это мой номер телефона. Если вдруг ты забыл. Я смотрю, ты не забыла, как соблазнять мужчин? Ну, до завтра. До завтра, котик. Стоп! Снято! На сегодня смена закончена. Лаура и сержант, подойдите ко мне? Сам подойди. Сейчас иду. Ну, как вам? Все понравилось? Ну, в принципе, знаете, вот, я не вижу между вами химии. Понимаете? Понимаю. Я должен видеть между вами, вот, огонь и уголь, вот, знаете, уголь. Понимаю. Горячо, вот, я хочу, чтобы вы горели, вот, вот, вот так. Я с удовольствием, Асаныч, отрепетировать с сержантом наши любовные сцены. Может, завтра все-таки отрепетируем, а? Неужели домой пора? Ну, сержант, знаете, вот, во всех криминальных сценах вы очень, очень органично смотритесь. Ну, в любовных, вот, не получается, вот. В общем, идите вот в гримёрку и репетируйте. Ладно? Кам, хайдану. Репетировать, а репетировать. Девочки, нам красное полусухое в гримёрку. Нас только пиво. Ну, что, давай пиво. Красное полусухое в гримёрку. И ничего. Только пиво. Блин, вот печально, конечно, все это. Печально. А, о, о, о. Акен кел кеше, кто турет мой месаған? Туф, мам. Айты отыңызге. Все он кудеттен ол, таңатқан жатсызу мүмкін. Екі саат болды, күтет қанымызға. Жеверек тұлычы. Адамын ол, праздничный ожындарын, праздничный завтыр кудеттен. А, ладно. Сен такси шахыр, мен торт жейтін бірденгелерді. Сен такси шахыр. Сен такси шахыр. Сен такси шахыр. Вперед. В стене вставай. Можно понежней, господин майор? Заткнись. Серпай девочек в апартаменте документы по базе провей. Остальных на допрос. Пошли. Давай быстрей. Куда? Давай, тесе стебе. Тесе, тесе. Сен такси шахыр. Угу. Понятно. Ну, в общем... Получается, когда тебя схватят плохие парни... я, разумеется, приду на помощь. Ты в этот момент будешь связанной и беспомощной. Эй, ты что делаешь? Зачем это надо? Ну, мы же репетируем. Все должно быть по-настоящему. Ну, давай побыстрее. Ну, а дальше происходит драка, где парни плохих дерутся с моими, все тем временем ранены, связаны и беспомощны, и в жизни без сознания. Ну, а я прихожу к их истинной восточной женщине спасать тебя. Развязываю тебе руки и вызываю скорую. Но, знаешь, есть одно но. Чье за но? Я думаю, зачем нам вызывать скорую, когда я сама могу сделать тебе искусственное дыхание. Эй, ты что геспредилишь вообще? Башка вот так. Нет, ты слишком много болтаешь. О, о! О, о! О, о! Мирикенмен козел! Единдей, ваше кеношу ома! Сені аудынаш бусин, алыкатис! Кеттір! О, о! 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 Ну как? Мой раскололся. Тавр притонный адресов. Сеніш? Ну, мой подельников не сдал, зато пять адресов дал. Ничего себе! Пять? Угу. Капец, ты его присунула по ходу. Думаю, это дело надо отметить. Я угощаю. Согласна. Как раз я кушать хочу. Ну, а после обязательно заедем по всем этим адресам. М? Капец, ты азажмая. Обязательно сонбард двунстов. Конечно. Да... 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 Ну... Four of you. ... Яржан... ...коргайомөл мне. Осы да несет ашады алькесис, сенде. А кексер далар шығарып жевелим. Айтпан дейме? А они же кусанули с бурой. Сержант, на в жизни. Була, брат, можно теперь, я у тебя пожалу. Какой базар, не волнуйся. Да хреновая ситуация. Тёрка, жанар. Сука, 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 блядь, шлюха, блядь. Мент ёбаный. Чё, прям всех тёлок забрали с точки? Ну да, с этого притона всех. На другие точки не тронули, братан? Да сплюнь, блядь, сука, слазишь нахуй. Ну да. Твое твое. Братан, она реально заебала уже. В залупу лезет, прям копает плотно. Вот значит, сука, сама допрыталась. Делаю её нахуй. Понял, братан? Тааак, неплохо. Закон. Закон. Эй, я не понял, блин. Чё, серия закончилась, думал всё закрыт что-ли? да жесть какая-то походу нас ждет в дальнейшем ну так прям насторожила насторожила концовка вот но давайте сначала по порядку в принципе серия неплохая прикольным было посмотреть на сержанна в роли актера вот сразу как началась сцена еще удивился почему неужели тачку я уже и и думал то что может быть это уже там спустя год допустим вот не ну вряд ли бы он конечно накопил бы на такую хотя фиг знает вот ну забавная забавная сцена в начале и то что он начал действовать мне по сценарию я конечно сначала предполагал так то есть не предполагал думал то что так и прописано оказалось то что это все импровизация вот очень круто ну типа зачем ему какие-то сценарии когда он сам уже жил в такой жизни не как бы знает как надо вести себя на стрелках очень забавный момент с тем то что там заставил даже труселя снять и пнул еще под зад этому актер актеру вот единственное что мне не понравилось при съемках это то что там стоит одна камера как будто какой-то малобюджетный фильм знаете и эта камера снимает только считай сержанна и не снимался ничего вот что происходило закатом тоже было бы интересно вот в принципе вроде не все есть техника там и так далее но всего лишь одна камера это такая легкая просто да ёбка вот познакомились с новым персонажем лаура вроде так зовут такая знаете хитрый забавный момент когда этот режиссер подхватывает сержанна за руку но не эту девушку так в чем мне нравится то что есть несколько линий они вот постепенно как-то развиваются и собственно к чему-то в итоге они нас дальше приводят то есть ну не одна идет линия и показывается только главный герой и что с ним происходит а еще и что происходит у они конечно связаны ну вот у салтанат не особо просто как бы дочь уже народ связано с сержаном конкретно то есть что она хочет наводить отношения там и так далее вот она тут готовится праздновать их годовщину вот так ладно все про салтанат вроде я хотел сказать и у салтанат появляется уже своя линия то есть как бы то есть она уже появилась что она правильный такой коп хочет повязать всех эти все эти наркопритоны и так далее и ее личная жизнь помимо работа он еще пока ты ее личную жизнь что тоже очень круто что вот мама там сказал ну можешь найдешь кого-нибудь уже женщина кстати классно отыгрывает примут ну ведь что она мама очень круто так чё по лауре ну хитрая такая лисица хищница охотница сразу видно как бы такая уже глаз положила на сержанной и если уж решила то любым способом захочет его получить я думаю естественно они дальше зайдут так ладно она короче его уломала все дела ясен пень то что деваться некуда ты же актер ты устроился актером ну как бы эта работа просто и он старые закалки и жена его старые закалки им бы это сложно было понять забавно было бы видеть в этой роли и ершана каким бы он был там бандизм фиг знает так про этого глупого персонажа и и начальника я искал он как будто просто вот знаете поспешит посмешить там но уже как-то этот что-то под надоедает немного мне это хочется чтобы у него тоже какие-то движения происходили а так он в основном своем кабинете сидит и мечтает только о жанар было бы клево если у него под носом тоже бы кто-нибудь ходила и как нибудь короче надо концу сезона ему найти какую-нибудь деваху так салтанат действует опять же наверно без ведома начальство сама играется огнем но хочет добиться правды справедливости и порядка это конечно похвально но тут все таки опасно то что романтическая сцена не получилось это тоже в принципе ожидаем вообще много ну проблема многих людей которые играют таких плохих парней показывать вот чувству этот страсть вот это огонь и угольки я уж не про голливушки говоря вообще кого-нибудь из русских представьте вот этого достаточно будет классный поворот с тем то что в итоге те пошли в гримерку а жена его решила приехать к ним все взять там и так далее и вот в гримерке я думал дело зайдет дальше то есть я вообще думаю что там будет поцелуй но он бы не дал конечно поцеловать но она круто сделал то что связал типа ему руки вот и печально что она не разделась вот тогда было бы вообще огонь а так то что она учета начала целовать что она ну вот не знаю о чем она думала вообще и круто зашла конечно же она бы ну просто расхерачивала бутылка и голову вау мощный вот она женщина прикольная короче цена так салтанат в итоге решила повязать все притоны мне кажется вот следующей серии вообще будет просто разнос полный если они сейчас покушают и поедут как раз по притонам тому будет проще наверно выследить оказывается я думаю он главный но оказывается у него еще есть главный какой-то тип первый раз по моему его вижу но прям чувствуется такие злодеи антагонисты мне кажется не сладко будет салтанат мне кажется с ней что-то произойдет и туда в дело вступит сержант и уже по черному будет разбираться ну возможно так будет очень хочу чтобы у нее все было нормально спокойно тихо вот на этом все как вам пишите комментарии ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал Продолжение следует...